Мы уже зарегистрировали почту и например мы хотим зайти в свой YouTube канал и потом создать канал бренда. Как мы это делаем? Мы во-первых заходим в свой аккаунт, чтобы он был заден и затем переходим на YouTube. Проверяем, чтобы у нас именно наш аккаунт был и вот мы с нашего аккаунта на YouTube. После этого мы заходим в творческую студию и у нас сразу, сразу же спрашивают, да, создавать канал или нет. Нажимаем создать и вот мы видим такую картинку, то есть наш молодой канал. Но если, например, мы зайдем теперь в настройки и захотим дать кому-то права модератора, то мы увидим, что здесь нету такой функции, как добавить новые роли на ваш аккаунт. Все дело в том, что это не аккаунт бренда, то есть если вы планируете в дальнейшем делегировать часть работы на вашем канале модератору или вы хотите совместно с кем-то вести канал, но не хотите, чтобы два человека с одной почты заходило, то всегда удобно сделать канал бренда и уже на этот канал добавлять модератора. Для этого мы нажимаем вот здесь создать канал и уже здесь придумываем красивый канал с названием, который не повторяет наше имя и фамилию, а, например, использует ключ или какое-то брендовое название. Я буду показывать на примере кулинарии, например, вот у нас будет канал «Как приготовить за пять минут», да, то есть у нас в отличие от первого канала, где у нас навязывается, да, имя, фамилия и потом мы, когда переименовываем, нам нужно заходить в аккаунт Гугл Плюса и все равно формировать название в ячейках имя и фамилия. Здесь мы можем написать любое количество слов, не думая о том, ну, как это вместить в две области, то есть у нас одна область, в которой мы просто пишем то название, которое мы хотим. После того, как написали название, нажимаем «Создать» и мы видим, да, что у нас появился новый канал и теперь мы можем переключаться здесь, сменить аккаунт, между своим основным, да, аккаунтом и аккаунтом бренда, который мы создали под этим аккаунтом, то есть с этой почты вы будете сходить и сюда и сюда и в принципе можно создать сразу несколько каналов, да, вот с одного аккаунта, то, о чем мы всегда говорим, что можно делать несколько каналов на одну почту. Затем, после того, вот как мы сделали именно канал бренда, нам опять нужно подтвердить наш канал, то есть мы опять заходим в творческую студию, у нас уже новая творческая студия и еще пока, наверное, нету в новой творческой студии раздела, который нам подойдет. Поэтому предлагаю перейти в классический интерфейс и здесь уже в боковом меню заходим в канал и вверху видим, да, что у нас горит кнопочка, что нужно подтвердить наш канал. Нажимаем на нее, выбираем нашу страну, выбираем SMS, если вам удобнее голосовое, то можете выбрать голосовое, но, как правило, с SMS проще, потому что там точно будут написаны цифры, не нужно будет слушаться. Затем вводите свой номер телефона с кодом, как положено и вам просто придет SMS, то есть подтверждение канала бренда абсолютно такое же, как подтверждение просто обычного канала, который вы можете посмотреть в соответствующем видео на нашем канале, ссылка будет в описании. После того, как вы подтвердили канал, вы опять можете зайти в настройки и, как видите, здесь уже появляется такая функция, как добавить или удалить администратор. Если вы на ее нажмете, затем нажмете настройки доступа, то вот здесь вы сможете приглашать по адресу почты других людей, у которых появится соответствующие права, то есть вы можете сделать или владельцем, или администратором, или менеджером. Вы, как основной владелец, можете назначать на разные роли этих людей. А остальные люди могут в той или иной степени делать разные действия на вашей странице, но, например, удалить вас как основного владельца, да, или добавить еще одного модератора, администратора или владельца, они не могут. Надеюсь, этот ролик оказался для вас полезным, вы узнали что-то новое. Всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok